Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Севец. Я являюсь специалистом в области физической культуры и спорта. Я автором блога о фитнесе и спорте Athletic Blog. Сегодня я научу вас делать отжимания от пола. Это прекрасное общеразвивающее упражнение, которое не требует никакого специального оборудования. То есть вы можете заниматься где угодно. С помощью разных видов отжиманий мы можем переносить акцент нагрузки на разные группы мышц. Итак, первый вид отжиманий, который мы сегодня разберем, это отжимания со средней постановкой рук. Принимая упор на полу, вы ставите ладони на ширину плеч. Примерно вот так. При этом, опускаясь вниз, вы следите за тем, чтобы локти двигались вдоль тела назад. Движение происходит вот такое. Локти могут немного двигаться в сторону. Тело при этом нужно удерживать прямо. При отжиманиях со средней постановкой рук, мы равномерно распределяем нагрузку между грудными мышцами, трицепсами и дельтовидными мышцами. Не забывайте, что во время выполнения упражнений, когда вы опускаетесь вниз, то есть сгибаете руки, вы делаете вдох. И когда вы жимаете себя вверх, на усилие, вы делаете выдох. Выглядит это так. Следите за тем, чтобы не разводить локти в стороны. Старайтесь прижимать их поближе к ребрам. При выполнении всех видов отжиманий есть несколько стандартных ошибок. Принимая упор на полу, вы должны следить за тем, чтобы ваше тело было прямой, как палка. Вот вы приняли упор на полу, и когда вы отжимаетесь, тело ваше должно ходить примерно вот так. Частые ошибки, когда люди поднимают попу вверх, делая так называемый домик, или наоборот прогибаются вниз к полу. Это происходит потому, что слабые мышцы пресса или слабые грудные мышцы, поэтому тяжело удерживать положение. Не забывайте, что при отжиманиях мышцы грешного пресса испытывают сильную статическую нагрузку и тоже неплохо прорабатываются. Этот вид отжиманий вы также можете выполнить различными способами. Первое. Вы можете принимать упор на ладонях, либо на кулаках. Если вы принимаете упор на ладонях, пальцы смотрят вперед, локти прижимаете к ребрам и сгибаете назад. Если вы принимаете упор на кулаках, то вы разворачиваете пальчиками внутрь, то есть вы ставите кулаки параллельно. При этом локти также повторяют траекторию, как и при упоре на ладонях, двигаются вдоль тела назад. Есть облегченные и утяжеленные варианты отжиманий. Вы можете отжиматься от стены или от скамейки, от какого-то упора, чтобы облегчить нагрузку. Либо вы можете, наоборот, приподнять ноги на какую-то высоту, а принять упор руками на полу. Таким образом вы увеличите нагрузку. Также вы можете выполнить отжимания на специальных упорах или подставках. Так называемые глубокие отжимания, которые вам позволяют опускаться ниже. И отжимания с дополнительным отягощением. Сейчас я все эти варианты вам покажу. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Напомню важные моменты. Первое. Ставьте руки примерно на ширину плеч. Принимайте упор на ладонях, тогда пальцы смотрят вперед, либо на кулаках. Пальцы направлены внутрь, кулаки стоят параллельно. Второе. Не разводите руки слишком широко. Локти старайтесь вести назад, вдоль тела. Третье. Тело удерживайте прямо. Не поднимайте попу вверх и не прогибайтесь вниз. Четвертое. Держите ноги вместе. Ставьте их поближе друг к другу. И пятое. Сохраняйте амплитуду движения. Опускаясь вниз, старайтесь касаться грудью пола. Подробную информацию про отжимания от пола, а также технику выполнения этого упражнения и программы тренировок смотрите на моем сайте athleticblog.ru В следующих наших видео уроках мы рассмотрим другой вид отжиманий с широкой постановкой рук, при котором акцент нагрузки смещается на грудные мышцы. Продолжение следует...